В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. В среду торги по паре евро-доллар закрылись ростом на 0,75% на фоне слабого доллара, который потерял позиции на рынке, несмотря на то, что продажи жилья в США выросли. Сегодня торги начались в области 1,1332 и на азиатской сессии демонстрировали консолидацию ниже сопротивления в области 1,1340, после чего пара смогла несколько укрепиться. Инструмент протестировал крепкий уровень 1,1340, а затем обновил максимум сессии в районе 1,1348. При этом общий рост за сегодня составил около 0,16%. Ближайшее сопротивление расположилось в районе 1,14, тогда как поддержка ниже 1,1340 находится в области 1,13. В центре внимания рынка итоги референдума, который проходит в Великобритании по вопросу членства в ЕС, и до их оглашений можно ожидать низкую волатильность. В ближайшие часы пара евро-доллар может начать снижение с целью 1,13. На вчерашних торгах фунт смог укрепиться против доллара США на 0,96%, так как накануне референдума в Великобритании доллар терял позиции. Сегодня торги начались с роста и протестировали на прочность сопротивления в области 1,148. Во время азиатской сессии инструмент торговался в районе этой отметки, предпринимая попытки закрепиться выше, однако они оказались безуспешными. Кроме того, паре не удалось обновить максимумы ранних торгов в области 1,4845. С началом европейской сессии фунт резко снизился и, отбившись от сопротивления 1,48, упал ниже поддержки 1,4750. Референдум в Великобритании будет главным драйвером движения на рынке валют. В ближайшие часы фунт доллар может продолжить снижение с целью на уровне 1,47. Котировки золота на вчерашних торгах снижались и потеряли порядка 0,49%. Надо сказать, что металл при этом торгуется в области двухнедельных минимумов. Сегодняшняя сессия началась с гэпа вниз, и на азиатских торгах была протестирована поддержка 1260 долларов за унцию. Котировки зафиксировали минимальные отметки в области 1,259 долларов 13 центов, затем цена укрепилась до значения 1,264 долларов 84 цента за унцию. Последующая попытка снизить цену была остановлена в районе 1,262 доллара 54 цента. С открытием торгов в Европе котировки резко выросли от этой отметки и протестировали сопротивление 1,270, отметив максимума в районе 1,271 доллара 75 центов за унцию. В ближайшие часы золото может возобновить рост с целью на уровне 1,270-1,275 долларов за унцию. На торгах среды котировки нефти марки WTI снижались из-за сообщений Министерства топлива США о том, что на минувшей неделе сокращение запасов нефти оказалось меньше прогнозируемого. Тем не менее, к концу торгов нефти удалось отыграть потери и закрыть день ростом на 1,29%. Сегодня на азиатской сессии цены на нефть продолжили рост и попытались преодолеть сопротивление на уровне 49,50 долларов за баррель. При этом максимумы были зафиксированы в районе 49,66 долларов. Однако затем котировки снизились к отметке 49,35 долларов. После еще одной попытки протестировать сопротивление 49,50 долларов в начале европейской сессии, цена резко снизилась и достигла уровня 49,10 долларов. Тем не менее, импульс нисходящего движения не получил развития, и котировки выросли в область 49,40 долларов за баррель. В ближайшие часы цена на нефть марки WTI может возобновить снижение с целью в области 49,00 долларов ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Будьте в курсе событий! Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий! Открывайте сделки! Зарабатывайте на новостях!